История с клубничкой из Тараза. Местный фермер будет судиться с управлением сельского хозяйства. Чиновники уже полгода не выплачивают ему субсидии на выращивание элитной клубники. Хотя бизнесмен очень рассчитывал на эти деньги, потратил много времени и нервов, чтобы собрать документы. Почему же государственная помощь застряла в кабинетах чиновников, разбирались мои коллеги. Галам Кастаубаев, владелец фермерского хозяйства Куаныш. Еще в июле он закупил 150 тысяч саженцев элитной клубники. На все это он потратил 79 миллионов цингей и засеял 2,5 тысячи гектаров. Только вместо того, чтобы пожинать плоды своего труда, аграрий остался ни с чем. 50% положенных субсидий мне почему-то не дают. Мы его заранее предупреждали. Он нас не слушал, говорят они. Но такого предупреждения не было. Теперь моя кредитная история испортилась из-за просрочек. Каждое утро я просыпаюсь от звонка коллекторской компании. Если мне не предоставят субсидии, пропадет весь урожай. Чиновники дважды приезжали на поле, но ни о каких специальных требованиях тогда речи не шло. И только когда урожай засеян, многомиллионный кредит в банке оформлен, вдруг возникли правила. Вот уже 6 месяцев аграрий безуспешно обивает пороги районного акимата. В последнем не устают перенаправлять отчаянного фермера в областное управление сельского хозяйства. Заявление подается сельсистему Колдау и направляется напрямую в областное управление сельского хозяйства. Заявление либо удовлетворяется, либо нет. Администрация района никак не может вмешиваться в эту ситуацию. В управлении сельского хозяйства Жамбылской области своя неизменная позиция. Фермер должен был посадить 72 тысячи саженцев на один гектар земли. У него на 30 тысяч меньше, что не соответствует норме, твердят чиновники. По рекомендации научно-исследовательского института расстояние между посевом должно быть 85 сантиметров. А в этой ферме зазор составляет от 80 сантиметров до 1 метра 20 сантиметров. Проще говоря, не соблюдены нормативы под дистанцией. Фермер обратился и в агентство по делам государственной службы, чьи сотрудники хоть и выявили явные нарушения, но ничего предпринимать не стали. Весь труд агрария оказался напрасным, а надежда на господдержку не оправдалась. Фариза Булатпек, Нурлан Аскар, Жан Булат Андабаев, Томикен Бизнес из Жамбулской области.